В день рождения Орленка в детском центре прошло традиционное собрание трудового коллектива. Участниками мероприятия стали гости и около ста сотрудников центра. Также в рамках встречи прошла выставка студенческих проектов Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Подробности в сюжете Настя Быч. Все настолько современно и интересно. Перед началом собрания сотрудники Орленка знакомятся с разработками будущего. На выставке представлены новые зоны для отдыха, витражи, современный интерьер. Проекты принадлежат студентам Московской художественно-промышленной академии имени Строганова. Здесь необычные скамейки и даже лагерь в виде корабля. Такие инновационные решения могут превратиться в реальность. Работы учащиеся делали ко дню рождения Всероссийского детского центра. Это те концепции, которые мы предлагаем в качестве примеров, для того, что можно было понять, пофантазировать, представить, как это можно было называть на территории Орленка, обогатив, разнообразив среду, интерьеры, ландшафт. Ну и сделать эту прекрасную лагерную тему еще более интересной и перспективной. И это еще не все сюрпризы. Уже на собрании трудового коллектива ректор Строгановской академии Сергей Курасов получает звание «Почетный Орленок». В свою очередь Сергей Владимирович дарит Свертийскому детскому центру копии двух полотен Айвазовского и сатуэтку из художественного бетона. С юбилеем всех сотрудников поздравляют не только гости и руководство центра. Специально ко дню рождения президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин прислал поздравительное письменное обращение. Прямо на собрании его зачитывает директора «Орленка» Александр Джоус. Отмечу, что такой насыщенный, хорошо организованный детский отдых результат востребованно поистине соотверженного труда воспитателей, вожатых «Орленка», педагогами медицинских работников, представителями других специальностей. Их искренней, заботливой любви к своим питомцам. Желаю всем успехов и всего самого лучшего. Еще раз праздника. Владимир Владимирович Путин. В рамках собрания лучших сотрудников центра награждают грамотами и благодарственными письмами районного и всероссийского уровней. Также работники получают государственные, ведомственные и краевые награды. Сегодня в детском центре работает около двух тысяч сотрудников. Это педагоги, вожатые, начальники лагерей, водители и многие другие. Знаменитая случайность, которая привела меня в этот Орленок, благодаря Александру Васильевичу. И остался здесь. И эти 14 лет, не знаю, они как-то пролетают незаметно, потому что вместе с детьми-то я остаюсь все молодой. Состав сотрудников Орленка меняется, но есть люди, которые преданы Всероссийскому детскому центру на протяжении нескольких десятилетий. Сегодня те, кто пришел работать в страну детства 20 лет назад, получают звание ветеран Орленка. Я до такой степени вообще люблю Орленок. Я говорю, я с детства здесь. И получается, что я привыкла здесь и не могу никуда больше уехать. Я даже иногда уезжаю просто в отпуск и не могу без гор, вообще без нашей природы. Завершается собрание творческими подарками. Специально для сотрудников детского центра выступает актриса театра и кино Елизавета Арзамасова. К поздравлениям присоединяется Краснодарский хореографический коллектив «Гармония» и цирковая студия «Глория» из Тимошевского района. Впереди у Орленка вторая летняя смена. В страну детства приедут ребята из разных регионов нашей страны. Настя Быч, Алексей Исаев, Аркадий Коваленко, телеканал Орленок ТВ.